Сегодня в Чебоксарах подвели итоги Года культуры. Работники отрасли собрались на форуме, который прошел в рамках сетевого марафона культурных событий. Чем запомнится 2014 и какое наследие он оставит потомкам, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В этом концертном зале собрались главные герои уходящего года. Режиссеры, актеры, художники, писатели и музыканты. Вместе им удалось создать неповторимые шедевры. Все, что планировали, сделали. Такую оценку поставил работникам отрасли глава региона. В республике в этом году культурный марафон был богат грандиозными фестивалями и выставками. Те, кто руководит коллективами, отмечают. Уровень концертных программ за последние годы повысился. Надо людям говорить о теплых наших отношениях в целом и к зрителю, чтобы зрители притягивались к нам. А если же зритель к нам приходит, их надо именно обустраивать, я говорю, именно высоким достойным исполнением, чтобы зрители не говорили, ах, мы ожидали одно, но получили другое. Задача культуры – это все-таки каким-то образом отрываться от примитивных форм отношений и переводить эти отношения в область душевного, в область духовного, в область сердечного, в область человеколюбия. Вот это самое главное. И в этом смысле, я думаю, что можно пожелать в следующем году только успехов на этой Ниве. В год культуры было сделано немало и для работников отрасли. Поэтапно повышается заработная плата, средства из бюджета выделяют на модернизацию домов культуры. Но даже век бурного развития мобильных технологий и интернета ничего не заменит истинных ценностей – книги, театры и кино. В этом деятели культуры уверены. Создаются условия для развития творческой среды, дальнейшего формирования культуры человеческих отношений, культуры труда и отдыха. Вот я уже на публичных мероприятиях говорю, чтобы труженик любой отрасли, труженик труда сегодня был на высоком достойном уровне. Времена с 90-х годов они проходят, ибо уже подрастают новые поколения. Эти молодые люди, они уже с другим мышлением. На форуме в Чебоксарах итоги уходящего года подводили и деятели культуры из Татарстана, Ульяновска, Мариэл и Башкортостана. Задачная перспектива общая для всех. В отрасли сейчас немало нерешенных проблем. К примеру, сейчас на селе не хватает молодых и квалифицированных специалистов. Это сказывается на качестве предоставляемых услуг. Проблема доступности культурных и образовательных услуг в сфере культуры для жителей отдаленных населенных пунктов. Консолидация наших усилий позволит не только сохранить достигнутый уровень, но и совершить новый прорыв культурной деятельности. Лучшим из лучших на форуме вручили награды. Свидетельство о предоставлении грантов, дипломы и звания заслуженных работников. Мэтру театра Валерию Яковлеву приятную новость привезли из Москвы. Режиссер стал лауреатом. Престижны премии «Золотая маска». Я оказался в соседстве Майи Плесецкой, Арменом Джигарханяном и в соседстве великим мастером, режиссуру мировым мастером Петерштайном. Это вот просто немыслимая награда. Сегодня же на форуме у двух учреждений культуры пополнился автопарк. Их руководителям вручили ключи от новых микроавтобусов. Работники отрасли передали эстафету писателям. 2015-й провозглашен Годом литературы. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.